Потенциал 0,36 вольт, полученный в конце предыдущей лекции, является стандартным электродным потенциалом для следующей реакции. Чтобы понять эту величину в более общем плане, необходимо вкратце затронуть вопрос неидеальности растворов. При выводе уравнения Нернста для границы раздела «Раствор-электрод» мы полагались на следующее соотношение между химическим потенциалом и концентрацией, которое является правильным для идеального раствора. Однако концентрированные растворы электролитов в реальности не идеальны. Соответственно, необходимо ввести коэффициент активности. В таком случае уравнение принимает вид. В случае с разбавленными электролитами, когда концентрация близка к нулю, коэффициент активности стремится к единице. В этих условиях можно допустить, что раствор является идеальным. Для более концентрированных растворов коэффициент активности отклоняется от единицы. И степень отклонения измеряет степень неидеальности, отражающую ион-ионное взаимодействие в электролите. В прошлой лекции мы узнали, что для того, чтобы водородный электрод был стандартным, необходимо, чтобы концентрация ионов водорода составляла 1,18 моль на литр. То есть коэффициент активности для измерения стандартного электродного потенциала пары гексоцианоферат-2 и гексоцианоферат-3 в качестве электрода сравнения используется водородный электрод. А концентрации двух анионов должны быть подобраны таким образом, чтобы химические потенциалы равнялись стандартным химическим потенциалам. Тогда в этих условиях активность ионов считается равной единице. Существуют таблицы стандартных электродных потенциалов. Давайте рассмотрим один из фрагментов такой таблицы. Каждая запись в таблице относится к стандартному электродному потенциалу, определенной окислительно-восстановительной пары, измеренному относительно стандартного водородного электрода. В условиях, когда активность всех частиц равна единице. Стандартный электродный потенциал обозначается символом Е0. Для общего электрохимического равновесия, в случае произвольных концентраций, потенциал опять же измеряется относительно стандартного водородного электрода. АЕ0 представляет собой стандартный электродный потенциал окислительно-восстановительной пары. Очевидно, что если активности равны нулю, тогда потенциалы будут равны стандартному значению. На опыте организовать эту ситуацию очень сложно, поскольку значения соответствующих коэффициентов активности и их зависимости от концентрации, как правило, неизвестны. Соответственно, вводится понятие формального потенциала. Где? Или же можем записать. Формальные потенциалы будут зависеть от температуры и давления, как и стандартные потенциалы. Формальный потенциал также может зависеть от концентрации примесей или других электролитов, присутствующих в растворе, поскольку они влияют на активность ионов. Формальный потенциал теряет термодинамическую общность стандартного потенциала, применимого только к очень специфическим условиям, но позволяет экспериментатору приступить к значимым вольтопераметрическим измерениям. Продолжение следует...